Если подводить вот некую черту по той части чемпионата, которая уже прошла, у вас ощущение того, что сделали все, что могли есть, или все-таки ощущение недосказанности присутствует? Нет, я очень удовлетворен работой тренеров, и... Понимаете, проблема какая? Игроки... Много новых игроков в этом году. И для того, чтобы они поняли вот эту философию, что от них требуют тренеры, что они хотят, должно было уйти время. Плюс у нас много игроков, которые вообще в Кахрилл не играли, и вот люди из высшей лиги, они сейчас вышли на ведущие позиции в нашей команде. Поэтому в начале сезона мы много очков растеряли, и, конечно, травмы нас подкосили где-то в октябре, по-моему. А, скажем так, качеством игры я удовлетворен больше, чем количеством очков. Наверное, от игры придут очки рано или поздно, может быть, не в этом году, а в следующем году. Идут, да. Но вопрос в том, что мы там растеряли много очков, таких вот своих, в играх, которые мы должны были брать. И, опять же, у нас 9 игр мы проиграли по булитам, и, конечно, этого может не хватить. Но осталось 3 матча, у нас, конечно, очень сложные соперники, но шанс пока есть, будем биться. Считается, что у вас очень хорошее чутье на хоккеистов, если брать вот этот сезон, который вы проводите в Новокузнецке. Вы кого считаете своей главной удачей? Ну, Ласила, понятно, это известный игрок, и тут не нужно как бы большого ума там, чтобы... Я думаю, что очень хорошо сыграл Дима Когарлицкий. В принципе, мы довольны всеми иностранцами. Я скажу так, что мы получили то, что мы хотели получить, потому что многие команды, например, в течение сезона, вы помните, меняли иностранцев там несколько раз. Мы вот как взяли, так и с ними играли. И вот молодые ребята, которые из высшей лиги, там Стас Романов, Саша Мерезкин, очень доволен Мерезкиным. В общем-то, Денис Кулипанов. В принципе, я скажу так, что вот те игроки, которые по каким-то причинам нас не устроили, мы уже от них освободились. Сейчас остались именно те люди, которые удовлетворяют нашу прибыль. Но у Кузнецка серьезная надбавка. Вам приходится... Ну, понятно, что денежный вопрос, когда игрока приглашаешь, он один из центральных. У вас серьезная надбавка для хоккеиста, которого хотите к себе заманить? Или уровень клуба и уровень организации, он действительно настолько серьезен, что, в принципе, нет никакой необходимости в этом? Надбавка финансовая? Говорят, есть дальосточная надбавка, да, например? Да нет, она есть, но у нас-то, я думаю, ну, наверное, меньше бюджет у Льва, у Витязя и у Автомобилиста. Мы, наверное, четвертые снизу. Тут, знаете, вопрос не в деньгах. Деньги-то понятно там. Вопрос в том, что имидж такой команды сложился, что последние годы, последнее место, и вот эта вот негативная, депрессивная вот эта вот обстановка, и это пугает людей. Но я скажу так, что вот на сегодняшний день мы набрали 72 очка, и в прошлом году было 40. И, например, вот в последней игре дома у нас был аншлаг. В кассах осталось 200 билетов. 200 билетов, которые... Они такие билеты, что там полполя не видно с этой экспозиции. То есть они, наверное, скорее не потому их не взяли, что там не было желающих, просто оттуда хоккей не видно. И, по-моему, это впервые за последние 6 лет. Я считаю, что это такой хороший показатель. А что касается денег, ну, понятное дело. Ну, тут тоже вопрос такой получается. Вот, например, мы взяли Диму Кагарлицкого. Мне очень нравится эта игра. И он у меня был в Атланте. Если бы я остался в Атланте, я бы, конечно, его никогда не отпустил. Это все понятно. Но, предположим, вот команды такие, как СКА, как Казань, как, ну, скажем так, элитные клубы, они являются заложниками этого. У них просто нет места в составе. Они реально не могут взять людей из высшей линии. То есть они их могут взять, но места-то нет. Но при этом людей перспективных, возможно, которые могут трясти. Да, они заложники этого. Они должны брать уже либо готовых игроков за большие деньги, либо как-то... Ну, в общем, я сам это испытал. Будучи в Атланте, например, там было много ребят, которых я видел в определенной перспективе, но я и брать не мог. Просто у них некуда было брать, не было места. Смотрите, а если разграничить... Ну, вы же общаетесь с хоккеистами, то есть вы же чувствуете, кого-то можно заманить только деньгами. Мы же не говорим, например, только о Новокузнецке, в принципе, о вашей карьере. Кому-то можно заманить только деньгами. Кто-то пойдет на имя клуба, да, ну, на его статус, скажем, и на возможность выиграть чемпионат. У кого-то какие-то семейные обстоятельства, например, за пределы Москвы не хочет выезжать. Вы можете сказать, что является центральным? Ну, вот если не брать деньги. Очень индивидуально. Вот, например, Алексей Медведев. У него жена из Новокузнецка. Ему нравится этот город и все, и он хотел играть у нас. И, насколько я понимаю, он согласился на меньшие деньги, нежели ему предлагали в других командах. Ну, человек чувствует себя комфортно, он практически дома. Для кого как? Я помню... Вы психологически это чувствуете? Я знаю просто. Нет, это не чувствую. Это просто я знаю. Я же общаюсь с агентами, я общаюсь с игроками. Я знаю, например, один игрок, вот он, я со временем в Атланте был, он говорит, я в Москву несколькие деньги не поеду. Вроде как все там в Москву рвутся, а он говорит, я не... Там жена. Вот, поэтому... Я скажу так, вот, иностранцы, например, они очень комфортно себя чувствуют. Я вот так вот смотрел, я думал, там все-таки, ну, Сибирь, там, туда-сюда. Там в Ливарах говорит, классно, здесь хоть снег есть, у него же зима нормальная. Ну, то есть, я не шучу, вот на самом деле, я настолько был удивлен, что они говорят, да все здорово, вообще нам все нравится. Иностранцы вообще проще по жизни, мне кажется, ко многому относятся, которые к нам приезжают. Кто как. Ну, вот эти иностранцы, которые у нас сейчас, нам повезло, очень командные ребята, и климат в раздевалке очень хороший создают. И, там, скажем, Саймон, там, Робитайл, ну, просто золотые люди все. По личностям перейти, ваши удачи селекционные, Сергей Мазякин вспоминается, которого вы перетянули в Атлант в свое время, вы с ним долго разговаривали? Да там вообще смешная ситуация получилась. Он подписал контракт с Омском. И получилось как? Так вот, только закончился сезон, и он подписал контракт с Омском. И все клубы про него забыли. Ну, он вроде подписал же, все уже. А тогда же не было такого, как сейчас, строгой системы, там, все. и остается там буквально пять или семь дней до начала чемпионата, и вдруг Омск говорит, не, мы эти деньги платить не можем. Я не знаю, на что они рассчитывали, может, они думали, что он скажет, ну, ладно, давайте меньше. А я просто общался с его агентом, и он мне так поплакался в жилетку, он говорит, ты представляешь, вот они такие, раз такие, там, человека, там, это. И я говорю, ну, конечно, безобразие. Я говорю, вот такие деньги, конечно, я платить не могу, но вот другие я заплачу. Он говорит, да, но он уже там сделал принципы было, потому что эти обещали одной. И он говорит, давай. И он пришел к нам, подписал на два года, а потом еще не закончился его контракт, и там какая-то такая ситуация была, ну, он хотел там какие-то личные вопросы, дом купить, там, кредит, ну, в общем, мы помогли. И продлили контракт еще на три. И поэтому так получилось. Кстати, с Мазякиным переговоры с его агентом шли очень быстро, и вообще разногласий особых не было. Ну, понимаете, Мазякин, это человек, который, да, он в Атланте был самой высокооплачиваемой игроком, да, но ни у кого даже не возникало мысли вообще сказать, что вот Мазякин стоп получает. Там были некоторые люди, которые получают в 15 раз меньше Мазякина, но мне просто жалко было им платить зарплату. Мазякин, но свои деньги отрабатывал там, поэтому, и он вообще, с ним было работать одно удовольствие, профессиональный человек. Таких, наверное, вообще немного хоккеистов. Сейчас много, сейчас много, сейчас, вы знаете, они очень профессионально относятся, и вот у нас, например, сейчас проблема какая, вот раньше, например, была проблема, вот с очки, там, тренер отвернулся, раз, там, у нас у ковыряется, сейчас их из зала не выгонишь, сейчас проблема другая, сейчас у нас тренер по физподготовке, Коновалов Василий Николаевич, доктор наук, профессор, ну, очень квалифицированный человек. Так он мне жалуется, он говорит, ладнём, я их не могу выгнать, он эту штангу схватил, он его сейчас в узел завяжет, он же потом играть не сможет, вы мне скажете, что я не подготовил, ну, там, такие вот. Сейчас ребята понимают, что можно заработать серьезные деньги, что они должны готовиться, и, вот, скажем, там, нарушение режима, это крайне редко. Вот сейчас крайне редко. Почему тогда звезд у нас не так много, как после распада СССР, те же, тот же НХЛовский период, все-таки тогда подготовка была, хоть и жесткая, но такая, что позволяла играть так долго. Ну, вот Федоров играет до сих пор, Ковалев, ну, пусть там у него не все заладилось, но тем не менее. Ну, или же вообще уровень хоккея вырос? Не, я скажу, наверное, вот он, общий уровень хоккея стал не ниже, а выше, поэтому можно. Второй вопрос, если говорить о звездах, вот так, говорят, там, вот у нас в школе воспитали, там, подготовили, это такой бред. Ковальчука, Овечкина и Малкина нельзя воспитать, их можно не испортить. Это Малкиным нужно родиться. В среднем игрока, да, можно подвести до определенного уровня. И ситуация такая, просто он родился в Твери, Ковальчук. Им просто повезло, что там родился Ковальчук, ну, в Твери. Он же, это же не потому, что в Твери воспитали Ковальчука. Его невозможно воспитать. И я думаю, что вот эти яркие люди, ну, скажем, Кузнецов. Что, можно воспитать Кузнецова? Я сомневаюсь. Я не думаю, что их стало меньше, просто... Может, селекция страдает? Не всех отсеиваем, не всех просматриваем. Нет, ну, а почему их стало меньше? Вот вы говорите, их стало меньше. может быть, какие менее массовые? почему вы говорите, что их меньше? Вы считаете, что их меньше? Я не считаю, что их меньше стало, этих звезд. Ну, таких вот звезд, ну, кто был раньше там? Буре дальше. Буре, Лорионов, Могильный. Стоп, Стоп, Лорионов это совсем давно. Могильный, хорошо. То есть, Каменского туда можно? Ну, и тоже давно, это еще Советский Союз. Каменский это еще... Давайте после Буре считать, там, после Могильного. Могильный, Буре, Федоров, дальше. Датсук. Ну, Датсук это уже наши. Дальше никого, никого, никого дальше. Датсук, Вот, то есть, никого, никого, было же. То же самое здесь. Тут вдруг, ни с того, ни с сего, Малкин, Медичкин, Хвачок. Практически, Кузнецов. Это так кажется, что их стало меньше. Я не думаю, что их стало меньше, на самом деле. Таких вот ярких людей их никогда много не было. Если возвращаться к вашим менеджерским всем этим успехам, делам, Козлов и Зубрус, которых вы взяли в Ладу, насколько я помню, вы их взяли за год до локаута, подписали. И Гончара тоже, кстати. Да, и Гончара. Просто Гончара я отпустил Магнитку, там предложили больше условий. У меня лежал контракт на столе, я мог сказать нет. Я сказал, Сергей, езжай. Ну вот смотрите, вы заплатили большие деньги. Не было ощущения, что поставили на красные или на черные, как в рулетке. Понятно, что они большие мастера. Понятно, что это уровень. Но ведь не у всех тогда получилось в локаут заиграть в России. Я вам скажу, там вся проблема была в чем? Деньги как раз мы заплатили небольшие. Договоренность у нас там проблема была знаете в чем? Что неизвестно было продлиться локаут до конца года или он закончится через месяц или через неделю. Так вот, условия контракта, которые мы предложили ребятам, когда они приехали, они получали небольшие деньги соизмеримые с деньгами остальных игроков. И мы договорились так, что, ребят, пока вот неизвестно локаут будет до конца сезона или нет, вы будете получать эти маленькие деньги. Я сказал, потому что вы мне не нужны в регулярном чемпионате. Регулярный чемпионат мы выиграем и так. Ну, в смысле попадем в плей-офф. Я говорю, вы мне нужны в плей-офф. Так вот, если вы оставите до конца сезона локаут, продлится до конца сезона, тогда, да, вы получите вот эти деньги, о которых мы говорили. Причем, я вам скажу так, что те деньги, о которых мы договорились, когда начался этот сезон, стало понятно, что их стоимость примерно в 2,5 раза превышает тот контракт, который мы... Хотя это были большие деньги. А были хоккеисты, вот, про которых, можете сказать, ошибся так, вот, как будто в бассейн без воды упал? Ну, у каждого есть свои профессиональные удачи и неудачи. Ну, тут, знаете, какая ситуация? Тут вот в чем вопрос. Ошибки, они присутствуют всегда. Вообще. Вопрос в том, что их нужно, желательно, чтобы их минимизировать. Раз. И второе, желательно не ошибаться на дорогостоящих игроках. И вот, например, мы в этом году расторгли контракт с тремя игроками. То есть, с одной стороны, можно говорить о том, что мы ошиблись. Но с другой стороны, у нас там люди, которые на минимальных контрактах заиграли так, что они их съели. Тех. То есть, теперь вопрос. То ли мы ошиблись здесь, пригласили слабых этих, то ли мы очень правильно сделали здесь. И они настолько сильны, что они съели вот этих, понимаете? Но я, вроде бы, на таких дорогостоящих игроках не ошибался. И, дорогостоящие игроки, знаете, вот, если ты понимаешь, что ты ошибся, нужно сразу же принимать решение и стараться минимизировать потери. Обмен, расторжение, что-то такое. А странные ребята бывали, у которых какие-то, может быть, странные? Странных очень много, да? Ну, расскажите. Они еще играют, понимаете? Если рассказывать, как-то... Ну, хорошо, может, без имен, но я не знаю, я не говорю, что они там на медведев ходили охотиться по ночам, но какие-то такие. Ну, всех же у хоккеистов, у талантливых людей, тем более, какие-то свои. Может, запросы, а может быть, по жизни они так себя ведут. Интересно. Нет, ну, тут как-то без фамилии сложно. Ну, например, был у меня один персонаж получает 3 копейки, там вообще копеечный контракт. Ну, молодой и хорошо играет. Я ему говорю, я говорю, вот мы тебе увеличиваем в 5 раз зарплату и продлеваем контракт еще на год. его агент говорит, не, мы хотим в 15 раз. Я говорю, все понятно. Я говорю, почему в 15? Он говорит, потому что вот человек вот в этой команде на аналогичной позиции получает такие деньги. Я говорю, да, но этому человеку 30 лет, а этому 19. И ребята, я говорю, у него еще 2 года контракт. Не хотите, пожалуйста, играйте за эти 3 копейки. и я не возражаю. Я тут, чисто можно сказать, альтруизм такой проявляю. Ну, он говорит, не, мы не согласны. Я говорю, не согласны, не согласны, тема закрыта. Проходит несколько дней и приходит ко мне и говорит, Ленин Владимирович, одолжите 5 тысяч рублей. Я говорю, зачем тебе? Он говорит, а мне вот зубы надо лечить и у них денег нет. Я ему говорю, слушай, кто-то один из нас сумасшедший, это определенный. Ты каждый месяц теряешь 8 тысяч долларов. не подписав этот контракт. Но ты пришел ко мне и просишь 5 тысяч рублей. Я говорю, вот тебе 5 тысяч рублей и делить и зубы. За одну голову. Ну, вы говорите, вот странные, но вот такие. Шоу в хоккей действительно играет весомую роль, но ведь без этого же никуда. Вот недавно Санди Созерин сказал замечательную фразу, на мой взгляд. Что хочет человек, который, ну, не ходит на хоккей каждый день, а вот он пришел там с женой, да, второй или третий раз. Что он хочет видеть? Голы, силовый прием, а если еще и драка будет, то вообще супер. Ключевое слово в вашей фразе было хоккей. Если хоккей как шоу, это одно, а если бои без правил, это другое. Ну, там не совсем хоккей. Они там немножко из другого вида спорта, поэтому, ну, там вообще, это, я, это какая-то отдельная история вообще. Кстати, вы знаете, мы сейчас с ними играли, с Витязем. Я говорю, Крис, ты как думаешь, тебя будут бить? Он говорит, да, я думаю, что 100% будет драка. Я так смотрю на него, он говорит, ну, я не боюсь. Я говорю, я понимаю, что ты не боишься. Я-то боюсь одного, там, дисклификации. Я же знаю, что он там где-нибудь, это. Ну, короче говоря, приехали, вы знаете, такого торректного Витязя я не видел еще вообще никогда. Я не знаю, с чем это связано, но у нас было ноль минут штрафа, у нас ноль. У Витязя, по-моему, четыре, но там даже вот зацепов, какого-то там вообще. То есть, самый торректный матч в сезоне был. Не знаю почему, может быть, они там между собой договорились, но вот так. Сколько нужно времени, чтобы КХЛ, финансово, ну, вот общая лига, ну, не знаю, не то, чтобы стала успешной, но хотя бы начала двигаться в этом направлении, то есть, стала коммерчески приближаться, например, в той же заокеанской лиге, как НХЛ. Или у нас это в принципе невозможно? Я думаю, что это связано не столько с хоккеем, сколько вообще социальными аспектами жизни страны. Мне кажется, это с этим связано. То есть, спорт изначально дотационный и других вариантов быть не было? Я не вижу вариантов, как можно выйти на эту самоокупаемость. Может быть, какие-то специалисты там знают, но, честно сказать, я как-то вот, меня эти вопросы не очень интересуют. Я, конечно, понимаю, что в силу необходимости я должен ими заниматься, но, в принципе, меня больше хоккей интересует, поэтому я как-то особо не задумывался. Вернее, как, я не вижу путей вот этих выходов на самоокупаемость. Может быть, кто-то этого знает, может, какие-то специалисты в области там маркетинга, экономики, я не знаю. Я не вижу. То есть, бизнес на хоккее, ну, долгосрочный, говорю, короткосрочный, там, пришел, купил, продал игрока, а вот долгосрочный бизнес делать нельзя. Кстати, купил, продал игрока, тут особо не заработаешь, это не футбол. Вот на футболе, футболе можно, да, там, на самом деле, там, покупают за полтора миллиона евро, там, какого-нибудь там, африканца, потом продают его за пять, там, здесь этого нет. Здесь на трансферах особо не заработаешь, поэтому и получается, что все деньги из зарплаты уходят. Можете назвать игрока, который за меньшие деньги пойдет в клуб с более серьезной историей и который может выиграть чемпионство? Вот если, условно говоря, человеку предлагают здесь столько, а здесь два раза меньше, но перспектива чемпионства. У вас такие в вашей карьере встречались? Ну, вот, скажем, перспективы чемпионства я не знаю, но вот, например, Женя Кетов сейчас играет в Череповце. В свое время, я когда был в Тольятти, мы его купили в Омске. И, когда я потом приехал к нам, я ему говорю, Женя, а ты что приехал-то? Ну, Омск, Тольятти, какая разница, так по большому счету, ты что? А он говорит, там же нету шансов попасть в состав, а здесь Воробьев. То есть, ну, молодым дает шанс, и он его использовал. То есть, вот так, чтобы, вот прям, чемпионство, чемпионство, понимаете, тут же ситуация какая, насколько я вижу эту проблему, ну, реально, это же 3-4 клуба может выиграть, может быть, 5 даже. Ну, в этом году, как ТСКА, посильнее, с моей точки зрения. Но, опять же, это регулярный чемпионат, что будет в плей-офф, мы не знаем. Вот, если бы это раньше было, ЦСКА, 33-х кратный чемпион Советского Союза, понятно, ты идешь в ЦСКА, и ты практически гарантированный чемпион Советского Союза. А сейчас же, ну, кто выиграет чемпионат в этом году, вы можете сказать? Я не уверен. Спасибо. Спасибо.